Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Тема». Обращаете ли вы внимание, как много в Белгороде стало новых зелёных зон, как много появилось вертикального озеленения, новых кустарников, новых цветов? Белгород постепенно превращается в зелёный и очень ухоженный город, хотя понятно, что до совершенства ещё очень и очень далеко. Вот об озеленении Белгорода будем говорить сегодня с гостем студии. Это Тимур Талгатович Валиев, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. Здравствуйте! Вот если говорить об озеленении, белгородцы видят, как меняется город, появляются новые формы. Действительно так. Но из того, что городские власти планировали сделать в 2013 году, всё сделали? Говорить о том, вернее, подводить итоги пока рано, в связи с тем, что осенняя высадка, только мы к ней приступили, и по итогам её, я думаю, что планы на 2013 год мы выполним. Они выполнялись в рамках и выполняются в рамках программы «Зелёная столица», стартовавшей ещё в 2010 году. Целью ставили себе озеленение, максимальное озеленение жилых и общественных территорий, промышленных, водоохранных зон и магистралей, транспортных магистралей города. Если говорить о проектах, которыми управление может гордиться, вообще город может гордиться по озеленению, что бы Вы назвали? О проектах, которые удалось реализовать, я думаю, что все обратили внимание. Хоть и посадка производилась в 2012 году, но миллион тюльпанов нас порадовал в этом году. Поэтому можно говорить о... Он на всех фотографиях, даже, можно считать, такой своеобразной визитной карточкой стал. Эти тюльпаны – многолетние растения, на следующий год они опять нас будут радовать. Ещё из таких ярких... Алия Сакур, которая в этом году зацвела и, конечно, была просто восторженно воспринята. Да, произвела тоже фурор, можно сказать, у жителей, у любящих людей, созерцать природу однозначно. Кроме этого, к осени мы завершим идею сквер-любви, как таковой. Само благоустройство было проведено в осеннюю высадку, насытим зеленью, и он на следующий год будет уже радовать в полном объёме. Кроме этого, бульвар первого салюта, не могу не сказать о нём. Там порядка трёх тысяч роз высажено, очень много газонов, и рулонные, и посевные, деревья с новыми приёмами посадки, поднятые над уровнем земли газоны, так скажем, газоново-зоны. Когда решается, какой именно участок, где именно проводить эти новые виды озеленения? Это как решается? По сути своей, главным здесь остаётся принцип непрерывности зелёного рекреационного каркаса города. Соответственно, независимо от местоположения на теле города этих территорий, они должны быть все озеленены. Поэтому здесь говорить принцип один. Точечный метод, он должен всё-таки быть направлен на то, чтобы эти точечки заполняли, обеспечивали неразрывность визуальную, пешеходную. То есть в любом случае нужно абсолютно ко всем территориям города с одинаковыми усилиями подходить. Здесь просто работа объёмная, и, соответственно, в рамках одного сезона, посадки или года ни финансово, ни физически это выполнить невозможно. Здесь должна быть систематика. И ещё мы должны понимать о том, что всё-таки срок службы есть у всего, и, к сожалению, у растений тоже. И нужны и санитарные чистки, и какие-то реконструкции, реставрации и так далее. В последнее время город особое внимание, мне кажется, обратил на парки. И вот парк Ленина, я бы хотела спросить о его будущем и об архиерейской рощи, но это будет мой следующий вопрос. Вот парк Ленина, каким город видит его будущее? Парк Ленина, ну, фактически на данном этапе мы концептуально определились. Наша задача основная, во-первых, не потерять ни одного метра квадратного, именно зелёных насаждений, что сейчас, по сути своей, парк по площади соответствует тому историческому городскому саду, каким он был. Функционально, да, были, вот в последней рабочей встрече с главой, были пересмотрены функционально некоторые моменты. Мы эту концепцию дорабатываем, и со следующего года будем приступать к её реализации. Но главная её идея – это сохранить зелёные насаждения. Основная задача – сохранить зелёные насаждения и насытить такими элементами, рекреационными элементами, которые бы позволяли потребности горожан реализовывать в отдыхе в активном, в спокойном, и учесть здесь интересы абсолютно всех возрастов тоже. То есть изонирование это предусматривает парка, но при этом без сноса или уменьшения каким-то образом процента зеленения, так скажем. Мы даже фактически, ну вот, аллея или сад Сакур, так называемые, это вот первые шажочки уже в сторону нашего парка, они будут продолжены тематически, то есть мы увеличим количество насаждений ещё. Если говорить об архиерейской роще, спрашивали инициативы горожан, они приветствовались, было, по-моему, несколько проектов. Вот что в итоге, что на сегодня, что будем реализовать в будущем? Не просто инициативы горожан. Здесь нужно, во-первых, горожан поблагодарить за активную гражданскую позицию, как и в части Центрального парка, так и в части архиерейской рощи. Архиерейская роща – это наше богатство в том плане, что это естественная среда, даже экосистема. И, соответственно, любое глобальное вмешательство было бы просто преступным. У нас на неё планы такого рода, что оставить его лесопарковой зоной, то есть максимально не вмешиваться в структуру, как она сложилась, только сделать удобными, так скажем, дорожно-тропиночную сеть и не более. Зонировать немного, то есть там сейчас уже реализовывают свои потребности или интересы велосипедисты, экстремалы, спортсмены, плюс пенсионеры для прогулок. Высказывается мнение о возможности доступа туда инвалидов, тоже нужно предусматривать, но сложность рельефа там вносят какие-то, конечно, у нас коррективы. Но в любом случае, опять же, постараемся учесть интересы всех слоёв возрастных населения, но при этом максимально не вмешиваться в существующую ситуацию в части насаждений зелёных. Если говорить о дальнейших планах, давайте по озеленению. Вот если деревья, то здесь какой приоритет? Сейчас основной упор на, так скажем, высокодекоративность, на их декоративность, потому что говорить о полезности кислорода обмена не всегда приходится. То есть все мы понимаем, что самый эффективный в этом тополь, но тополь несёт ряд минусов. Я помню те времена, когда весь центр был с тополином почвы. Поэтому сейчас внимание основное уделено именно декоративности всех растений. По сортам мы их пересмотрели, эти предложения тоже подготовили совместно с экологами, совместно с горзеленхозом, которые тоже готовятся стать движущей силой в этом направлении. Если говорить о цветах, вертикальному озеленению не будем отдавать предпочтение в следующем году? Вертикальное озеленение основной сейчас задачей было, конечно же, разъяснить нашим хозсубъектам о важности и нужности. Основной, на мой взгляд, основной плюсовый момент здесь того, что мы можем без квадратных метров земли повышать процент озеленения наших территорий. И вертикальное озеленение не сводится лишь только к посадке цветов. Здесь мы стремимся ещё и реализовать многолетники. И в части фитостен тоже эти приёмы мы проработали. Я думаю, что на следующий год уже будут первые образцы. Вы находите понимание с хозяйствующими субъектами, вообще с горожанами? Вот это взаимодействие, оно налаживается постепенно? Налаживается, но в том-то иде, да, постепенно налаживается. Здесь нужно говорить всё-таки, что финансовая составляющая остаётся двигателем этих всех процессов. Мы убеждаем в том, что город — это наш общий дом, наш друг. И его лицо — это наше лицо, это его лицо. И мы должны понимать, что тут только совместными усилиями, независимо от форм собственности, независимо от вероисповедания и партийной принадлежности, мы должны все совместно стремиться к его улучшению качества и жизни, и качества городской среды. Чтобы понимать, по итогам осенней высадки планируем порядка 9 тысяч, даже свыше, 9 тысяч деревьев. Досаживается сейчас озеленение 48 улиц, Можжевеловые аллеи по Богдана, Хмельницкого, по проспекту Ватутина. — Ваша работа была проделана на северном въезде в город. Вот там сейчас уже видно, насколько он красив. — Да, очень хороший, яркий приём применения рулонных газонов. Я думаю, что все отметили, насколько это полезно для среды, как качество сразу повышается травяного покрова. И там, соответственно, мы все абсолютно тоже приёмы доисполнили. И вот в эту посадку завершим уже, так скажем, оформление северного въезда. — Если говорить вот в целом об той идее, которую городские власти продвигают, вот чего хотят добиться, реализуя тот же проект «Зелёная столица». Раньше мы говорили о каком-то количестве насаждений на душу населения. Это европейский показатель. Мы как-то к нему приблизились. И теперь задача какая у городских властей? Идея? Идея города-парка. Теперь мы должны, чтобы в каждом уголке нашего города ощущение его зелёности нас не покидало. Что касается по, так скажем, проценту озеленения на душу населения, мы провели анализ, и могу сказать, что мы находимся на достойном уровне в рамках требований уже предъявляемых городам более крупным, так скажем, с населением более 500 тысяч. То есть у нас сейчас по нормативу, по расчёту получается 15 квадратных метров. — И всё-таки город-парк, если пошире рассказать, что это такое? — Город-парк — это город, в котором вот этот зелёный рекреационный каркас, он непрерывен. То есть он идёт от общегородской какой-то зоны, переходит в зону районного значения, из неё он переходит в зону дворовую. — А мы сейчас не город-парк? — Мы фактически город-парк. Только здесь эту всю схему нужно систематизировать, дополнить пешеходными связями, то есть выявить эту структуру, чтобы она была не на словах, а хорошо читалась и пользовалась обычным горожанином, без какой-либо информативности. То есть человек интуитивно должен понимать, что это рекреация и даже какого она значения. — Мы говорим о каком-то сроке реализации проекта? — В принципе, здесь нужно говорить как о реализации транспортной схемы, вообще генерального плана. Сейчас говорят, говорится о сроке 2025 год и переносе в 2030 год. Да, это вот такая планомерная работа, она действительно в один год, в два не делается. — Спасибо вам большое за участие в программе. Я напомню, что сегодня гостем студии был Тимур Талгатович Валеев, заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации Белгорода. Это была программа «Тема». Встречаемся на телеканале «Белгород-24». Увидимся. До свидания.